В президиуме профессиональные спасатели и добровольная пожарная, в зале представители организации и предприятий МОЗРЯ. Мероприятие призвано объединить усилия в борьбе за пожарную безопасность, тем более, что впереди отопительный сезон. Здесь будет проходить, будем говорить, учебное мероприятие, чтобы люди знали, как действовать чрезвычайная ситуация, что для этого нужно, как не попасть в такую сложную ситуацию. Мы, как Белорусское добровольное пожарное общество, всех призываем быть активными добровольцами и бороться с такой стихией, как пожары. В холле своеобразная противопожарная выставка. Детские рисунки на взрослые темы, средства огнезащиты, разнообразный инвентарь, спецодежда и спецобувь. Добровольное пожарное общество – официальный первый дилер поставщиков оборудования и специальных средств. Плюс ко всему сотрудники обучают желающих, как правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации. В Мозере уже созданы добровольные пожарные отряды на некоторых предприятиях и в школах. Кстати, в последнее время в республике уделяют большое внимание развитию этого движения. Общемировая практика. Если рассматривать мировой опыт, то в основном пожары тушат в западных странах больше добровольцы, чем профессионалы. Город с численностью населения, если менее 100 тысяч, там уже добровольцы. То есть профессиональные пожарные подразделения создаются, если город больше 100 тысяч. На данный момент большинство пожаров со смертельным исходом происходит в сельской местности. Сегодня основная нагрузка в борьбе со стихией ложится на плечи профессиональных спасателей. Чтобы добраться, из города до места происшествия уходят минуты, цена которым – жизни. А вот если бы на местах были местные пожарные добровольцы, то, возможно, многих человеческих жертв можно было избежать. Виктория Штукарь, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь. Виктория Штукарь, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.